Добрый день всем, в эфире программа «Неожиданное, но вероятное», и старый знакомый Егор Яковлев в гостях. Неожиданно. Да, неожиданно. Вот о чём хочу сказать, буквально в двух словах. Дело в том, что я, например, вожу экскурсию, и некоторые люди реально думают, что я за счёт этого живу. Я, в принципе, за счёт этого, может быть, и жил, если бы у меня не было семьи. А так у меня есть основная работа, причём работа данная связана с общением с разного рода людьми в сфере рекламы, и не все они замечательно прекрасны, к сожалению. Но я не ропщу, я всегда говорю, что это ремесло. Это ремесло, которое не то чтобы я не выбирал, но я с этим смирился. Хочешь быть художником – иди в искусствоведа. Ну, сколько искусствоведам платят? А вы, господа, говорю я своим подопечным, вы ремесленники. И с этим нормально. И иногда, опять-таки, поскольку комментарии в мой адрес меня никогда не задевают практически, а вот комментарии в адрес других людей меня очень часто задевают. Как-то душа меня болит всегда именно за других людей. Иногда я читаю тоже, пишут про Егора Яковлева, что вот, а как он может ещё заниматься какими-то ублюдскими пабликами, тра-ля-ля. Ведь он же такой серьёзный, прекрасный историк. И я читаю и думаю, ребята, а вы вообще понимаете, как устроена жизнь, например? И вот сегодня мы об этом поговорим на самом деле, как в бытовом, так и в экзистенциально-философском смысле. Как устроена вообще жизнь историка, и как они вообще живут. Значит, для начала начнём вот с того. Что нужно сделать, чтобы стать историком? Ну, такой вроде бы банальный вопрос, но всё равно он требует раскрытия определённых. Ну, я бы всё-таки хотел начать немного с другого. Давай. Я не занимаюсь ублюдскими пабликами. Ну, я цитирую. Сразу можно сказать. Я цитирую. Есть несколько пабликов, которые я создал и к которым я имел прямое касательство в течение некоторого времени. Должен сказать, что все эти паблики набрали большую аудиторию и очень успешно, как минимум с точки зрения посещаемости, читаемости. А интерес к социальным сетям, он вполне естественен в наше время, и наоборот, могли бы возникнуть вопросы, почему ты не интересуешься ничего, не делаешь в социальных сетях, если ты живёшь в начале 21 века, скорее такие люди вызывают недоумение. Это принципиальная позиция. Ну, конечно, принципиальная позиция, она в принципе есть у всех, потому что если ты создаёшь какой-то контент, соответственно, самый лёгкий способ, минуя разные хитрые продюсерские схемы, добиться завоевать свою аудиторию – это интернет, а с 2008-2011 года – это однозначно социальные сети. Нет, я имею в виду принципиальную позицию тех, кто не идёт в социальные сети, они вот так вот себя… А, ну, наверное, есть, да, такие люди, наверное, есть. Но я бы даже сказал, что, может быть, это не позиция, а это просто непонимание, потому что у меня был, например, прецедент, когда я работал выпускающим редактором журнала «Всемирный следопыт». Я помню такой журнал прекрасный. Да, он закрылся, к сожалению, журнал был хороший, это было на заре моей карьеры, но по большому счёту это какой-то там 2007-й, наверное, год. Ну, это нулевые, конечно. 2007-й год уже существовал ВКонтакте, и одна из первых вещей, которые я сделал – это создал группу ВКонтакте. И директор этого журнала говорила мне, что это не имеет никакого смысла, это полный бред, потому что ВКонтакте – это вообще бесперспективная история, там сидят только какие-то идиоты, дебилы, и тратить ресурсы на общение с читателями в этой социальной сети не нужно. Ну и вообще в социальных сетях не нужно, вот у нас сайт есть, этого достаточно. Ну и время показало полную абсурдность такого подхода, и, как мне кажется, она заключается в том, что… Причиной этого заключается в том, что люди не понимают и не дают себе труда разобраться в происходящем, в тектонических информационных сдвигах. Но мы-то сейчас говорим о том, что у тебя есть паблики, которые посвящены не истории, а просто зарабатыванию денег, и вот это как бы основная претензия… Нет, у меня нет пабликов, посвящённых просто зарабатыванию денег. Я имею отношение всего лишь к трём проектам, связанных в социальных сетях. Первый проект, над которым я работал три года, называется «Интересные события в Санкт-Петербурге» или «Блок Фиеста». Фактически я был главным редактором и выстраивал редакционную политику. Ну, на мой взгляд, это была очень хорошая работа, крепкая, и после того, как я закончил её, у меня прекрасное отношение с владельцами этого сообщества. Мы друг друга в дальнейшем поддерживаем и помогаем. Ну, второе сообщество, которое я настраивал – это сообщество «Селфи». Оно посвящено видеоблогингу, и оно создавалось с целью отслеживать тренды на Ютубе. Это вот то, о чём я говорил. Если мы живём в начале 21 века, то самое важное – это следить за информационными трендами в интернете. А Ютуб – это одна из двух самых актуальных площадок на данный момент. То есть, Ютуб и Инстаграм. Ну и вот в определённый момент возникло понимание, что хочется как-то в этот мир Ютуба попасть, узнать его глубже, узнать его изнутри. И поэтому я создал вот такое новостное сообщество, но я практически не занимался и не занимаюсь. Им занимается специальная редакция. Раньше это было мне в меньшей степени интересно. То есть, это по остаточному принципу, потому что сам Ютуб был наполнен в основном трешовым подростковым контентом. Но если два года назад в тренду Ютуба выходили персонажи вроде Ивангая и какой-нибудь Марьян Роуну, то сейчас появились, так скажем так, топ-блогерами стали люди, контент которых мне значительно более интересен. Например, Евгений Баженов – это лучший, на мой взгляд, видеоблогер России. Ну, есть люди, которые делают качественный контент, не связанный с познавательной или политической повесткой. Например, есть такая певица Наталья Трея. Мне нравятся некоторые её песни, я с удовольствием смотрю какие-то новые клипы. Поэтому, как мне кажется, это что касается двух пабликов, над которыми… над первым я дольше работал, над вторым меньше, но они сейчас оба находятся в свободном плавании. И третий паблик, который мы потихонечку развивём, это, собственно, цифровая история. Цифровая история – окей. А вот что касается того, чем я зарабатываю, я зарабатываю тем же самым, чем и ты в основном – это реклама. Как ты можешь? Ты же серьёзный историк. Ну, во-первых, я сразу скажу, что у меня никогда не было какого-то диссонанса. Я по существу не занимаюсь продажей рекламы, я придумываю её. И это в значительной степени тоже творческий процесс. Мне очень многое из того, что я делаю, нравится. По-моему, отлично. То есть, ты же, например, занимаешься тем, что ты тоже предлагаешь какие-то услуги видеоблогеров коммерческим клиентам. В том числе. Это не я делаю, это компания, в которой я работаю. Моя задача в основном заключается в том, чтобы придумывать, как эта реклама может быть интегрирована в тот или иной блог. И вот есть люди, у которых в голове это не укладывается в силу, наверное, удости восприятия жизненного процесса. Поэтому возвращаемся к началу. Начал. Расскажи про свой путь именно как историка. Что ты делал? И является ли он типичным… Я имею в виду до того момента, как, скажем, ты попал вот в эту студию, потому что, согласись, она тоже тебе много чего дала. Да, безусловно, она позволила вернуться в профессию. Вот, вернуться в профессию. Очень хорошее слово. Давай-ка выясним, вернуться в профессию такая тайна истории Егора Яковлева, которую вы хотели узнать, но боялись спросить. Тут никакой тайной истории нет вам, на самом деле. Ты сам всё прекрасно знаешь. Я закончил сначала Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. И уже во время обучения там я начал работать в фонде канцлера Александра Михайловича Горчакова и заниматься изучением биографии этого выдающегося государственного деятеля и организацией разных мероприятий, связанных с его именем. Напомню, что Горчаков – это министр иностранных дел, многолетний в правительствах Александра Второго – это человек, который сумел преодолеть страшные для России последствия Крымской войны и ревизовать навязанные нашими противниками на Парижском конгрессе в 1856 году Парижский мир, главный негатив которого – это запрет держать на Чёрном море военный флот для России. И, собственно, вот в 1871 году во время франко-прусской войны, которая изолировала от принятия политических решений две другие великие державы Европы, Горчаков сумел объявить о том, что Россия больше не считает себя связанной правилами Парижского трактата и, соответственно, разрешает себе построить Черноморский флот заново. Это было большое для… По существу Россия вернула себе утраченную часть суверенитета и сумела восстановить свой международный престиж. Большое дипломатическое дело. И этим Горчаков, безусловно, вписал свою биографию в историю России, своё имя в историю России. Меня всегда эта личность привлекала. Это, конечно, Пушкин, последний лицеист из этого выпуска. Последний лицеист из выпуска Пушкина. Ему было посвящено два пушкинских стихотворения известных. Причём меня всегда завораживало то, что Пушкин уже умер, а Горчаков ещё даже не был известен. И в это время прозябал на второстепенных дипломатических постах в Европе поначалу карьера не клеилась. И уже, в общем-то, в пожилом возрасте, в 57 лет только он стал министром иностранного дела. А вот своё главное деяние совершил уже совсем в преклонном возрасте, когда ему было за 70. Такая необычная карьера. Но, тем не менее, она удалась. И следить за биографией этого человека, который с юных лет приготовлял себя к чему-то подобному, конечно, было интересно. С моей точки зрения, Горчаков входит в тройку лучших дипломатов России за всю историю и в число наиболее выдающихся деятелей Российской империи за всю её историю. Я занимался этим очень увлечённо, параллельно начал ходить слушать лекции на исторический факультет и по окончании университета культуры поступил уже в СПБГУ, который закончил, получил диплом преподавателя высших исторических дисциплин, потом была аспирантура. Ну, обучаясь в аспирантуре, я женился-женился, и это повлекло за собой определённые последствия, в результате которых я аспирантуру закончил, не защитил кандидатскую диссертацию, хотя она… Что тебе сейчас припоминают? Ну, я думаю, что это просто дело времени, потому что диссертация написана, и кандидатский максимум у меня тоже сдан. Я думаю, что в какой-то близлежащий исторический момент я её всё-таки сумею защитить, чью себя надеждой. Но меня, честно говоря, это никогда как-то не напрягало, потому что, во-первых, есть много примеров нашей современности, много примеров историков, даже самоучек, которые миновали все эти бюрократические препоны, и не будучи историками по образованию, сумели защититься и стать известными людьми. Самый известный пример – Алексей Валерий Чесаев, который сначала стал известен как историк, хотя он не являлся историком по образованию, сначала стал известен, выпустил много замечательных книг, а потом защитил кандидатскую диссертацию по истории, стал кандидатом наук исторических и, соответственно, уже является академическим официальным историком. Таких примеров довольно много, но главное – это, конечно, не получить какие-то формальные регалии, потому что там кандидатов, докторов их много, а главное – это сделать какие-то открытия, всё-таки какое-то, пусть маленькое, но какое-то новое слово сказать – это один момент, и второй момент – это иметь возможность донести его до людей, потому что наука – это очень важно и хорошо, но популяризация науки – это не менее благородное и достойное дело, и меня абсолютно не беспокоит то, что пока у меня нет какой-то научной степени, но зато у меня есть книга «Война на уничтожение», и она получила хорошие отзывы академических учёных, и мне кажется, что там всё-таки я какое-то немножко нового, но сумел сказать о событиях Великой Отечественной войны. Это меня полностью устраивает. Вот смотри, вот у тебя был этот путь, допустим, ты бы пошёл к классическим путям вообще историка, потому что люди, как правило… Куда вообще выходят историки? Потому что твой путь, он не совсем привычный, ты, грубо говоря, стал определённой медийной личностью в определённой сфере. А вот если, например, человек живёт, он учится, печатается, защитил кандидатскую, какие дальше у него пути развития? Самые распространённые? Ну, самые распространённые – это преподавание. Преподавание. Преподавание в школе, в университете, в ВУЗе, в каком-то – это одна история. Вторая история – это связано именно с научной работой, у нас есть академические институты, институты истории, в Петербурге есть Петербургский институт истории, в Москве – московский, там их несколько, есть институт российской истории, институт мировой истории, а можно заниматься исключительно наукой, будучи научным сотрудником вот этих институтов. Сколько ты будешь зарабатывать на таких позициях? Ты знаешь, я не являюсь экспертом в данном вопросе, но мне кажется, что, конечно, историческая наука с точки зрения рынка, понятно, что она не настолько востребована, как, например, профессия программиста или те же видеоблогеры, о которых мы с тобой говорили, они зарабатывают не то что в разы, а может быть в десятки раз больше академического сотрудника. Я не считаю это нормальным, это абсолютно аномальное явление, с моей точки зрения, так быть не должно. Но рынок диктует свои правила, и пока он решает, так и будет, потому что люди хотят смотреть на ванну с чипсами, а слушать про Александра Первого Нехася. Но да, действительно, к сожалению, и образование историческое, оно менее востребовано, потому что, опять же, людям не до конца понятно, как это потом реализовать практически. То есть, если ты учишься рекламе, ты потом понимаешь, что ты будешь работать в коммерции, соответственно, там крутятся деньги. А вот кем ты можешь стать после исторического факультета, кроме преподавателя вуза и научного работника, понятно, не до конца. И это и вызывает... Ну, и это действительно так, потому что при прямых каких-то ходов нет, тебе нужно там ещё что-то придумывать. Можно идти, например, в какую-то историческую журналистику. Так называемая публицистика, это называется. Ну, тот путь, которым я шёл. Меня никогда не интересовали какие-то политические, на я старался писать там тот же «Всемирный следопыт», журнал «Вокруг света», то есть, там другие какие-то издания, где были нужны исторические очерки. Вот. И это, кстати, один из путей. Да. Ну, та же экскурсионная деятельность. Многие историки находятся в этом. Но есть ещё и другой ракурс, потому что многие люди, которые закончили исторический факультет, не работают по специальности, но нельзя сказать, что историческое образование им ничем не пригодилось. Потому что историческое образование, в нём есть много плюсов. Во-первых, я бы сказал, что оно очень полезно для стратегического мышления, потому что оно учит мыслить большими категориями времени. Когда ты понимаешь, что было в X веке и до чего дошло сейчас, ты видишь взаимосвязь событий, и это как бы расширяет, ну, должно по факту, расширять твой горизонт планирования. То есть, понимая откуда-куда пришло, вот, например, мы живём в Санкт-Петербурге, и у нас в городе есть очень много вещей, которые сохранились от Петра I, которые он задумал и запустил. Петра уже много лет нет, но запущенные им процессы до сих пор работают. Приведу пример. Есть дискуссия в публицистике по поводу Петровского флота. Вот в последние годы очень часто можно слышать, что на самом деле заслуги Петровского флота преувеличены, что он был несовершенный, что он очень быстро сгнил, и по существу благодарить Петра за создание флота бессмысленно. Это, на мой взгляд, крайне поверхностный взгляд, потому что дело не в том, что Пётр, что флот Петра сгнил. Потому что для него вообще флота не было. Дело не в этом. Флот Петра, вот тот флот, который у него был, он выполнял, конечно, сиюминутные задачи, но он эти сиюминутные задачи выполнил. То есть, все три главных сражения со шведским флотом Пётр выиграл. Гангут, Эзели, Гринга. Три победы. Дело не в этом. Дело в том, что Пётр заложил именно инфраструктуру, которая позволила впоследствии этот флот воспроизводить. Пётр создал верфи, которые работают до сих пор. Адмиралтейские верфи у нас в Санкт-Петербурге. Пётр создал учебные заведения, которые позволили воспроизводить кадры для этого флота. И, наконец, Пётр завоевал море, которое позволило флоту где-то плавать, позволило флоту фактически существовать. Поэтому все последующие победы русского военного флота, победы русского, скажем так, научные, географические открытия, в которых принимали участие русские мореплаватели, в частности, открытие Антарктиды, это, безусловно, заслуга Петра. И когда мы это понимаем, мы расширяем свой горизонт планирования. Мы понимаем, что можно создать что-то такое в XVIII веке, что сработает через 100 лет, через 200 лет, через 300 и так далее. Это очень полезно для стратегического мышления. Да, есть ещё один очень важный факт. Это, в принципе, концептуальный импульс. Я всегда показываю на герб Петербурга два якоря скрещённых. То есть, Пётр фактически переконвертировал страну в морскую державу и дал понять людям, что можно плавать не только по рекам, а по морям. Это тоже как раз часть этого стратегического планирования, про которое ты говоришь. Это просто один из примеров, которые и обилие таких примеров в истории, оно просто позволяет человеку знакомому с ними развивать своё мышление. Правильно ли я понимаю, что всё-таки человек, который окончил исторический факультет, он не жирует в массе своей? Ну, всё зависит от того, кем он стал и как он нашёл себя в существующей реальности. Потому что, повторюсь, далеко не каждый человек, который закончил исторический факультет, занимается исторической наукой. В значительной степени это люди, которые пошли в смежные области и которые вполне могут там зарабатывать большие деньги. С другой стороны, существуют определённые ниши, в которые и капиталоёмкие ниши, в которых академические историки могут, скажем так, создать себе капитал. Это экскурсионная деятельность, на мой взгляд. Это написание бестселлеров, хотя таких в России не очень много людей, минимально. Но вот на Западе, например, есть люди, которые составили себе имя именно историческими книгами. Там есть вот Энтони Бивер, например, такой автор бестселлеров о Второй мировой войне. Несколько у него бестселлеров, совершенно ужасных. То есть, как историк он очень плох, но с точки зрения продаваемости книг очень успешен. Что касается… Ну, есть ещё один момент, конечно. Это работа, связанная с идеологическим обслуживанием власти. Только я хотел заняты за программты и всё остальное. Да, с идеологическим обслуживанием власти или не власти, или каких-то других политических сил. Такое тоже есть. Очень часто мы видим, что люди вылезают в телевизор и говорят там какие-то несусветные вещи совершенно явно, что они просто отрабатывают политическую линию. Есть академик Пивоваров такой, я каждый раз, когда его слушаю, у меня просто волосы на затылке шевелятся, просто встают дымом. Очень странно. Но, тем не менее, человек явно в обойме в политической. И он призван совершенно точно обслуживать определённые политические силы. Ну, есть ещё такая классическая вузовская карьера. Всё-таки вузы сейчас – это коммерческие заведения. И никто не отрицает возможности талантливого менеджмента со стороны историков. Есть, например, Евгений Юрьевич Спицын, который является помощником ректора Московского государственного педагогического университета. Насколько я понимаю, в первую очередь в его обязанности входит то, что мы бы сейчас назвали пиар-активностью. На мой взгляд, он мастерски с этим справляется, потому что после того, как он занял свой пост, он обеспечил эфир на ряде телеканалов хорошим историком. Не обслуживающим интересы власти, а именно хорошим историком из педагогического университета. Он создал ютуб-канал и всё очень грамотно делает. Вот такие вещи тоже возможны. И это сказывается, видимо, на коммерческом успехе вуза, потому что там наверняка есть платное обучение. Такой момент. Как раз хотел тебя спросить. Я иногда себя ловлю на мысли, поскольку я не историк, но как-то вот я не могу сказать, что «О, меня там потрепала жизнь». Нет, конечно же. Но я иногда слушаю какие-то… Вот в последнее время я смотрю прекрасные круглые столы в обществе «Мемориал». Там проводится целая когорта историков. И я слушаю некоторые выкладки, причём всё достаточно маститые люди. Я потом… Ну, или до этого, либо потом я читаю их научные работы. Они действительно написаны, в общем-то, зачастую прекрасно, зачастую не очень. Но вот иногда их выкладки, они основаны на их анализе исторического процесса. Мне кажется, они говорят о том, что они всё равно судят в оторванности от жизни. То есть, они в какой-то теоретизированной среде пребывают, и не могут понять, что люди вообще-то, они руководствуются, скажем, ну не знаю, какими-то другими вообще осуждениями, принципами и так далее. То есть, особенно там вот по части, скажем, теории анархизма меня тоже очень умиляет в некоторые вещи, которые они говорят. И когда я знаю, как это, например, проходило на практике или проходит сейчас на практике, то мне хочется спросить… Вы сами-то просто с простым народом могли бы это обсудить, например. У тебя такого не было в твоей карьере, скажем так, историка? Таких мыслей не возникало? Ты понимаешь, о чём я говорю? Я понимаю, о чём, да. Я понимаю, о чём ты говоришь. Но если говорить конкретно обо мне… Нет, я не конкретно, я тебе пояснил. Смотри, есть профессионал, авторитет, и ты воспринимаешь его как авторитеты. И как бы, ну потому что кто ты, там какой-то точка перец, да, и есть как бы там какой-нибудь там профессор, да, и которого ты априори слушаешь как источник информации. Причём информации, которую ты по идее хочешь потом использовать, да, может быть, в каких-то своих вещах. И вдруг ты понимаешь, что эта информация, она абсолютно оторвана от реальности, но она исходит из очень маститого человека. И вот этот у меня некий диссонанс возникает в голове в этот момент. Ну, понятно, такое, конечно, происходит. Но это и скорее, наверное, частный случай, потому что все историки прекрасно представляют себе принцип историзма. То есть, каждая эпоха живёт по определённым законам. Человеческое представление о морали, о нравственности, о красоте, о законе, они не зацементированы. Они меняются с течением времени. И у каждой эпохи, скажем так, свой дух. И невозможно судить человека начала 21 века по канонам начала 20-го. Человека начала 20-го по канонам 21-го. То есть, это абсолютно разные вещи. И, конечно, каждый человек, каждый историк прекрасно это понимает. Но, тем не менее, даже понимая это, случается, что люди упускают из виду и пытаются обживить героям 18-го века мотивации века 20-го, которых у них быть не может. С другой стороны, есть элементарное незнание каких-то вещей. Потому что, когда ты кабинетный учёный, но не имеешь какой-то другой практики. Есть очень многие люди, которые пытаются, например, размышлять о военном деле, практически ничего об этом не зная. Я часто, например, с этим сталкиваюсь. Я не военный историк, я плохо в этом понимаю. Я никогда не буду рассуждать о сугубо военных вещах. Потому что нет у меня таких знаний, и мне даже сложно себе представить, как ведут себя люди. Я много об этом читал, но сам никогда в такой обстановке не был, и мне сложно реально, наверное, убедительно рассказать о том, как ведут себя люди в обстановке боя. Я могу об этом судить только по источникам и литературе. У меня нет такого опыта, и, возможно, скорее всего, я в этом буду неубедителем. Но да, случается и такое. Но всё же большая часть историков стараются удерживаться в том ареале, в котором они разбираются. То есть, такое происходит, как правило, тогда, когда историк именно выходит за пределы своей темы. А это, кстати, очень важный момент, потому что историки занимаются одной, двумя, тремя максимум темами и одной, двумя эпохами. Как говорил мой преподаватель Павел Алексеевич Подболотов, который изучал меньшевизм много лет, он говорил, что я могу рассказывать про Рюрика? Только сказки. Хотя он преподавал историю от древнейших времён до наших дней, но за пределами своей компетенции в своём курсе он рассказывал те устоявшиеся историографические взгляды, которые существуют на данный момент. То есть, популярно излагал наработки специалистов в этих областях. А вот предметно и глубоко он мог читать свою тему. Это меньшевизм. Ну и, соответственно, события октября и последующего политического процесса до конца гражданской войны. А вот эта лажа, о которой ты говоришь, она, как правило, начинается тогда, когда ты выходишь за пределы либо своей исторической компетенции, либо за пределы своей какой-то жизненной компетенции, потому что есть вещи, в которых ты ничего не понимаешь. Сейчас есть в интернете некий тренд, на самом деле. Вот как на историю, так и на псевдоисторию. Причём есть огромное количество экспертов, которые находят свою, так сказать, немалую аудиторию, которые предлагают какие-то альтернативные. Я вчера встречал с своей коллегой Гиддесой Александрой, и она мне реально рассказала, как она водила в Исакисском соборе, группа, правда, иностранных туристов, и её один человек оттащил и сказал, почему вы вот так вот нагло врёте? Он говорит, а что, в чём ты врёшь? Ну, вы же понимаете, что не было в 19 веке таких технологий, не могли построить собор руками человеческими и так далее. Соответственно, как бы ты оценил, а, процентное соотношение вот этого, я имею в виду сейчас именно только интернет. Наверное, нет, интернет и телевидение. Процентное соотношение вот этой псевдоистории и действительно нормальной науки – это как бы мой первый вопрос. И второй момент – насколько, по твоему мнению, это представляет, какую опасность, и представляет ли это вообще какую-нибудь опасность? Ну, опасность представляет колоссальную, я начну с конца отвечать на вопрос, потому что, во-первых, это распространение невежества и, соответственно, блокировка критического мышления, т.е. если люди будут верить откровенному бреду, то, соответственно, если они не понимают, что это откровенный бред, соответственно, у них даже в бытовой жизни будет блокировано критическое мышление. Во-вторых, люди, которые принимают решения на основе неверной информации, они, как правило, ошибаются и терпят фиаско. Что касается процентного соотношения информационного исторического шлака и реальной науки, про телевидение сказать сложно. Есть канал РЕН-ТВ, который специализируется на подобном бреде. Но, откровенно говоря, я не припомню ни одной программы, связанной с участием каких-то экспертов, пусть даже и облечённых историческими знаниями, где звучала бы прям адекватная какая-то интересная информация. Я недавно смотрел «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым про расстрел царской семьи, там какой-то бред несли, что с одной, что с другой стороны, честно. Т.е. что-то такое приблизительно, там где-то все эксперты слышали, но это всё очень далеко от реальной даже популяризации исторической науки. Т.е. на такие передачи надо звать именно специалистов, вот если вы хотите рассказать про митеж левых эсеров, ну позовите вот такой доктор исторических наук Ярослав Леонтьев. Вот это крупнейший специалист по левым эсерам в России. Чего вы его не зовёте? Чего вы зовёте людей, которые, ну может быть, имеют какой-то медийный вес, но зато они рассказывают какую-то чушь полную. Ярослав Леонтьев просто несколько оппозиционен. Ну оппозиционен, не оппозиционен, это уже другой вопрос. Просто в рамках изложения своих исторических изысканий он абсолютно адекватен. Мы, кстати, записали с ним две программы, скоро выйдет на цифровой истории. Возникает вопрос, почему вы не зовёте человека, если вы устраиваете по этой теме программу, почему вы не зовёте крупнейшего в стране специалиста? Ну и то же самое касается, в принципе, и всего остального. То есть, там у всех есть своё мнение про Ленина, большевиков Николая Второго, но почему-то настоящих специалистов по этой эпохе появляется крайне мало. То есть, мы их в телевизоре, как правило, не видим. Мы видим только пару-тройку каких-то петрушек, которые вроде академика-пивовара, которые там выскакивают и что-то там рассказывают. Единственное, был действительно проект, суд времени с участием Сванидзе Кургиняна, 2013 год. Но там суть была не в Сванидзе и Кургиняне, а в том, что они звали именно академических историков, которые там рубились. На это было смотреть интересно. Там было много действительно маститых специалистов, которые впервые получили такой доступ, доступ на такую аудиторию. Это был такой прорывный проект, но, к сожалению, он заглох, и развитие эта тенденция не получила, если получила только на тупичке. Потому, что другого канала... Нет, есть ещё канал постнаука, но я считаю, что контент тупичка лучше. Не потому, что я здесь выступаю, а просто специалисты, которые сюда приходят, мне они кажутся более компетентными, чем то, что есть на постнауке. На постнауке, да. На постнауке. Ну, там, да, у меня тоже, я даже смотрел пару роликов. Хотя и там тоже есть... Там есть прекрасные люди, но тоже, да, были, я смотрел пару роликов, не помню, как зовут эту историку женщину, но тоже очень странно возникали вопросы к ней. Вот. Значит, что касается интернета, ну, здесь примерно та же самая история, потому что здесь ютубер ловит хайп, там я смотрел несколько программ Данила Поперечного, например, про то, как Петра Первого подменили, про то, что Татаро-Монгольского ига не было, вот, и сам Поперечный говорит, это шутка. Ну, я пошутил, так разыграл всех, вот, но масштабы поражения интеллектуального от его роликов, они колоссальны, потому что нет такой экскурсии по Петровскому Петербургу, которую я веду сейчас, да, нет такой экскурсии, на которую мне не задали бы вопрос про подмену Петра, и хорошо, если это вопрос такой, а что вот вы можете сказать, вот, а бывают ведь вопросы, а почему вы отрицаете, у меня был такой вопрос, а почему вы так резко отрицаете версию о подмене Петра? Вот это то, что я рассказал о предыдущем как раз, да. Да, да, то есть, вот это вот такое откровенное мракобесие, вот, ну, как с этим бороться, только одним способом создавать альтернативный контент, чем мы здесь и стараемся заниматься. А вот человеку неподготовленному, не историку, вот какие есть критерии, чтобы посмотреть, я не знаю, там, или прочитать каких-нибудь три единицы контента, да, и понять, вот, ну, этот, да, историк как-то более-менее, этот не более-менее, а это вообще шлак. Мне кажется, что, ну, в первую очередь необходимо включать здравый смысл. Вот у Сергея Довлатова есть замечательное произведение «Заповедник», тоже, так сказать, про экскурсоводов-гидов, и там есть персонаж по имени Стасик Потоцкий. Стасик Потоцкий был знаменит тем, что он зарабатывал деньги, показывая туристам настоящую могилу Пушкина, которую прячут от народа злобные большевики. После окончания экскурсии он подходил к людям и предлагал прогуляться в лесок, где вот он им всё покажет за какую-то стоимость. И иногда отдельные граждане начинали интересоваться, а зачем же проклятые большевики прячут от народа настоящую могилу Пушкина? Стасик Потоцкий на это картинно отвечал «Товарищи!» И он ещё спрашивает, человеку становилось неловко, он говорит «Да, да, всё, я понял». Вот это приём типичного манипулятора, который не может дать ответ на вопросы, прибегает на конкретные аргументы и прибегает к каким-то ухищрениям. То есть, первый признак манипулятора – это неумение аргументировать свою точку зрения. Второй пример манипулятора – это отсутствие ссылок на источники. То есть, как правило, любой историк всегда может сказать, откуда он взял ту или иную цитату, ту или иную факту. Она должна быть подтверждена, причём, как правило, документом. Потому что понятно, что источники личного происхождения, такие как дневники, письма и в особенности воспоминания, написанные через много лет с неизбежными аберрациями памяти, имеют невысокий уровень достоверности. Поэтому подтверждать ими что-то нельзя. Как раз только, извините, только что сняли выпуск, где в одной ладошке держал книгу Гершуни, а в другой книгу Спиридовичи, и они описывали одни и те же события, и это было прекрасно. Как одни и те же события описываются террористам и начальникам киевского хранения. То есть, это знаменитый рассказ Кудагавы, ворота Росимона, где одни и те же события описываются разными людьми, и возникает ощущение, что там вообще разное происходит. Как правило, конспирология претендует на некую сенсационность, которая переворачивает вообще наше представление о происходящем. Поэтому если мы слышим нечто сенсационное, то это уже должно изначально нас заинтересовать и настроить на критический лад. Дальше мы начинаем проверять, какие аргументы. Выдерживают ли они хотя бы проверку здравым смыслом каким-то. И второе – это откуда почёркнута та или иная информация. Если человек не может сказать, то, скорее всего, он где-то что-то додумал или придумал. Потому что, конечно, могут быть… Понятно, что не все события исторического процесса обеспечены источниками. То есть, где-то остаётся место для домысла, для предположения, но тогда это и надо заявлять как предположение, а не как истину в последней инстанции. К сожалению, с этим мы сталкиваемся очень редко. Слушай, ну последний вопрос такой прямо в стиле, знаешь, выпускника журфака. Какое будущее у исторической науки в России? Как ты для себя его видишь? Ну, историческая наука существует уже много веков, никуда не девается, только развивается. Мне кажется, что сейчас открываются, а самое главное оцифровываются и выкладываются в сеть множества новых документов, которые облегчают доступ к ним и, соответственно, стимулируют развитие исторических исследований, потому что в доцифровую эпоху это было очень сложно. И, соответственно, именно к историческим исследованиям придаётся импульс. А вот насколько удастся оставаться на уровне именно объективной исторической науки, зависит в большей степени от политической ситуации. Потому что мы, конечно, видим, что исторический контент в телевидении, он жёстко политизирован. Он жёстко политизирован и приходится прилагать большие усилия для того, чтобы фактическую основу отрезать от тех трактовок, от тех трактовочных наслоений, которые придаются им СМИ. Но это к науке не имеет отношения, это скорее именно к распространению исторических знаний имеет отношения. Хотя вот те учёные, которые вовлечены именно в обслуживание интересов власти, они, конечно, и в научной литературе не брезгуют отнюдь поэтизированными трактовками. Хорошо. А тебе предлагали? По истории нет. По истории нет. Важны на плане нет. Прежде чем мы с вами попрощаемся, я, Егор Яковлёв, хотел бы сделать несколько объявлений, которые касаются мероприятий уже моих личных. 2 сентября, воскресенье, у меня будет две экскурсии в Москве. Первая по Ивановской горке и Варварке от Таракановой к Романовым. Там будет идти речь про английский двор, вообще про начало становления взаимоотношений с англичанами, про княжну Тараканову, немножко про леку князя Сергея Александровича, его пластинское общество поговорим, ну и так далее. А дальше «Сталинское зарядье» и «Музыкальная революция». Там будет история вообще про то, что стояло на месте зарядье, про воспитательный дом, про Арсения Авраамова, совершенно чумового персонажа эпохи революции и его музыкальных экспериментов, ну и естественно про неосуществившиеся планы по реконструкции Москвы, сталинские, высотку в Заряде, ну и в итоге реализовавшуюся высотку на Котельнической набережной архитектора Чичулина. В Петербурге 5 сентября в среду в 20.00 гуляем по Невскому, террористы, банкиры, цари и классики. Мы пройдем от гостиного двора и туда дальше, может быть даже до Владимирского проспекта. Там просто что ни дом, то история. Опять-таки затронем тему великого князя Сергея Александровича в том числе, потому что ему принадлежал дворец Белосельских и Белозерских, где потом отсиживались после убийства Распутина Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, который, кстати, воспитывался в семье Сергея Александровича и его супруги Лизавюта Федоровны. 7 сентября в пятницу в 20.00 в Москве вечерняя экскурсия, там я даже не знаю, как ее анонсировать, там будет и про Кропоткина, и про известный теракт СССРовский, уже в советское время, когда Блюнукин с Андреевым убили посла Германии Мирбаха, и про Есенина, и про Луначарского, и про огромное количество особняков, которые находятся в Денежном переулке, ну и, конечно же, про 100% американскую высотку нынешнего МИДа. 8 сентября в субботу днем в Москве экскурсия «Умом малую Россию не понять», потому что мы гуляем по Моросейке, там будет и про ватного тютчева, и про блатной особняк посольства Белоруссии, шедевр Казакова, ну и, естественно, про саму вот эту Украину, взаимоотношения с ней, потому что улица имеет непосредственное отношение к данному государству. А 9 сентября гуляем вокруг Академии Художеств, таинственные сфинксы, якобы повесившийся архитектор, масоны, ну и малоисследованный вообще всеми двор внутри самой этой академии. Также напоминаю, что идет набор в группу в Париж на вторую половину октября, если вам интересно, пишите мне на электронный адрес или ВКонтакте, я вышлю все подробности. И еще, если среди вас есть желающие помочь мне с монтажом и оформлением роликов РЧВ, тоже обращайтесь, есть различного рода возможности по сотрудничеству. Все ссылки на встречи, все электронные адреса и т.д. и т.п. указаны в описании под этим выпуском. Спасибо, Егор Яковлев, успехов тебе на твоем поприще. Вы, дорогие друзья, оставляйте комментарии внизу. Увидимся с вами еще и не раз. Пока. Всего доброго.